СКОПИРОВАТЬ ЧУЖИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 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 От признания компании намеренного снижения производительности старых моделей до сбоев в самой новинке. Единственное, в чем были согласны все без исключения, зачем эта полоска сверху. Ходили слухи, это якобы специальная задумка, чтобы десятка отличалась от подобных безрамочных телефонов. Словно других вариантов выделиться не было. Оказалось, достаточно революционной функцией Face ID. Но производитель то ли действительно прислушивается к мнению своих фанатов, то ли это была изначальной задумкой. Главное, что по появившимся в различных изданиях информации, монобровь все же подрежут. Как и тыльный модуль камеры. Он больше не будет выступать за пределы корпуса. Что касается самого железа, то сильного прироста технических характеристик ожидать не стоит. Честно говоря, 11 модель больше напоминает доработанную десятку. Печально, но хоть экран порадует. Три варианта обещают выпустить компанию-производитель. Два из них получат OLED-дисплей с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов, а третья 6,1 дюйм. Либо у компании Кризис идей, либо желание зарабатывать еще больше так влияет на результат. Пока же кажется, что они начинают копировать сами себя. Неудивительно, что продажи юбилейной новинки не оправдали надежд. И смех, и грех. Иначе разработку американского стартапа не назвать. Компания запускает мобильное приложение для поиска пары на основе данных ДНК. Процедура не бесплатная. За 16 долларов компания вышлет набор для взятия генетического материала на дому. Затем будут проанализированы 11 генов, связанных с работой иммунной системы. На основе этих данных приложение будет определять вашу совместимость с потенциальным партнером. Сообщается, что решающую роль играть будет не сходство, а различие генома. Компания полагается на гипотезу, согласно которой люди предпочитают встречаться с партнерами, чей ДНК значительно отличается от их собственного. Предполагается, что это позволит увеличить шансы на здоровое потомство. Звучит ужасно неромантично, неважно, если вам не нравится цвет глаз, рост, шутки и характер партнера, главное ДНК. Интересно, как же люди вообще жили без этого приложения? К слову, выбирать потенциального спутника жизни можно будет из базы. И только в том случае, если ваш анализ совпадает. К счастью или несчастью некоторых, первое время программа будет доступна только жителям Хьюстона, но со временем она появится и в других городах США. Но есть некоторые нюансы. Генетическая теория ученых, основавших компанию, не подкреплена никакими фактами. Будет ли работать приложение в других странах, не уточняется. Новая функция WhatsApp, которой радовались пользователи, оказалась уязвимой. Функция удаления сообщения в пределах 7 минут после отправки работает, только вот получатель может его сохранить. Цитируемые сообщения, как в групповых, так и в частных чатах, продолжают отображаться даже в случае удаления. Пока непонятно, это ошибка, недоработка компании или все же специальная опция. Ясно точно одно, сообщение легко может остаться у пользователя, например, даже с помощью скриншота. Поэтому главное помнить о том, что слово действительно не воробей. Таковы главные новости IT-индустрии к данной минуте. Оставайтесь в курсе событий информационных технологий вместе с нами. Увидимся.